добрый 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 день зрители канала марина цветы сегодня я хочу познакомить вас с очень красивым нежным и романтическим растением нашего сада это чубошник чубошник относится к семейству гортензиевых и еще мы называем его садовый жасмин но различия очень большие есть потому что чубошник имеет маленькие листики и посмотрите такие необыкновенные белоснежные соцветия дорогие мои друзья чубошник очень хорошо использовать для нандшафтного дизайна потому что цветет он необыкновенной белой пеленой и можно образовывать вот такие ширмы но растений бывает много видов обращая внимание на то что чубошник считается кустарником но есть такие виды которые растут до четырех до пяти метров а если в тени то и до шести метров а такие чубошники вырастают до двух метров главная особенность выращивая чубошники является то что это растение очень влаголюбивая поэтому если у вас есть возможность обеспечить ему очень хороший полив на одно растение идет 20-30 литров воды обратите внимание и если влажная земля для чубошника это очень хорошо и предпочитает он как все виды гортензиевого семейства кислые почвы дорогие зрители если вы высаживаете чубошник вы будете уверены в том что это растение может расти до 30 лет поэтому для наших садов это очень конечно хорошо и выбор ваш правильный как я говорила видов очень много есть небольшие кустики а есть чубошник гордона например до четырех метров поэтому выбирая разные сорта вы можете декорировать свой сад ну вот такими ширмами и высота ширмы может регулироваться посадка только на солнечных местах и в таких условиях чубошник будет очень обильно цвести посмотрите какой он не дано сколько пчел сколько насекомых кружит вокруг такого белоснежного растения чубошник обязательно требует дренаж несмотря на то что он благолюбивой корневая система все-таки поверхностная высаживаем мы все листопадные кустарники лучше осенью с 10 сентября по 10 октября чтобы чубошник укоренился а если случится так что вы весной хотите оформить ландшафтный дизайн чубошник мы высаживаем до распускания листьев так называемая почка в конусе это будет очень важно для приживаемости и весенняя посадка особенно требует того что кустарник надо обрезать на одну треть пожалуйста обратите внимание на то что я мы вы готовите конечно плодородную глубокую но обязательно сажаем только корень потому что если уйдет стебель под землю то может случиться загнивание и чубошник погибнет яма действительно должна быть достаточно глубокая в связи с тем что растет он много-много лет мы копаем ее достаточно глубоко и заправляем максимальной органикой супер фосфат заломы добавляем посадив чубошник хорошо расправив корни и засыпав землю очень хорошо поливаете 20-30 литров на растения если вы хотите создать вот такую шерму которая действительно очень густая цветы посмотрите нежные цветет очень обильно и создает белое-белое облако то расстояние между растениями выберите от полметра до 80 сантиметров кустарник очень быстро разрастается и все-таки можно и расстояние до полутора метров посадить это растение дорогие мои друзья я еще раз хочу напомнить вам особенности выращивания чубушника первое условие это очень солнечное место для того чтобы обеспечить такое обильное цветение второе условие то что чубушник влаголюбивый обеспечьте ему достаточно обильный полив даже небольшой застой воды для чубушника приемлемо только вот если у вас весенние воды грунтовые подходят близки это может создавать проблемы для этого растения а так она очень-очень влаголюбивая обязательно чубушник требует подкормки посмотрите такая пышная листва и обильное цветение требует ранней весной уже калийно-фосфорных удобрений конечно для ландшафтного дизайна очень хорошо использовать профессиональные комплексные удобрения для таких и цветущих кустарников потому что растение будет обеспечено всем составом азотом в определенном процентном содержании калия фосфора и микроэлементы и даже витамины добавляются в такие профессиональные композиции удобрений это будет очень важно для хорошего роста кустарника и очень важное условие для такого красивого обильного цветения и внешнего вида декоративного растения это постоянная обрезка старых поломанных ветвей ветви которые переплетаются и растут внутрь вы тоже должны удалять дорогие мои друзья весной чубушник после посадки вы должны обрезать на одну треть таким способом вы будете стимулировать рост боковых веточек которые очень тонкие нежные и таким способом чубушник у вас не будет иметь свободные места и цветение будет каждый год починять крону вы можете сами корректировать делать ее симметричной и подрезать имеете возможность на определенную высоту и за этот год текущий чубушник даст дополнительные веточки молоденькие к осени которые успеют одеревенить и на следующий год еще больше волна цветения будет у вашего растения это действительно подрезка и формировка кроны для чубушника очень важно чтобы растение у вас постоянно омолаживалась была декоративная и вот такое красивое поэтому на 1 на 2 год вы формируете такую минимальную обрезку а на 3 год уже действительно должна быть кардинальная обрезка чубушника для удаления непривлекательных видов дорогие мои друзья вы можете сами ранней весной подкормить удобрений состав композицию удобрений для этого вам надо на 10 литров воды взять 30 грамм суперфосфата 15 грамм мочевины и 15 грамм сернистого калия разбавьте минеральное удобрение водичкой и пролейте свой кустарник до распускания листвы можете использовать перегной весной это один к десяти и ваше растение обязательно откликнется вот таким красивым необыкновенным цветением используйте в ландшафтном дизайне очень красивые декоративные кустарники которые создадут вам необыкновенные композиции вот таких уютных у дорогие друзья конечно очень хорошо использовать специальные минеральные удобрения для цветущих кустарников но вы можете и сами создать композицию с минеральных удобрений и до распускания листвы ранней весной подкормить чубушник 10 литров воды возьмите 30 грамм суперфосфата 15 грамм очевидные и 15 грамм сернистого калия и таким удобрением пролейте чубушник и действительно он отблагодарит вас таким необыкновенной пеленой белого цветения можно использовать ранней весной и перегной мы берем одну часть к десяти частям воды и тоже используйте пожалуйста и органические удобрения очень красивое и нежное растение которое может украсить ваш сад необыкновенной пеленой белого цветения поэтому пожалуйста высаживайте такие растения подписывайтесь на мой канал я много буду давать вам советов и своих секретов о ландшафтном дизайне ставьте класс если вам тема это интересно подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами украшайте свой мир цветами украшайте свой мир цветовый цвет